В Люберцах завершились всероссийские соревнования по боксу памяти мастеров спорта Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера России Александра Щедеркина. В финальную стадию турнира вышли 20 боксеров. Каждый перед этим провел по четыре поединка. Григорий Ворванин продолжит. Из пяти люберецких спортсменов в финал пробился только Антон Шмаков. Говорит, к решающей схватке на ринге был готов как никогда, но соперника не допустили до боя из-за травмы руки. Конечно, обидно. Сейчас тут все люберцы собрались, поддерживают, а у меня нет финального боя. На финал дошел, но, к сожалению, не порадовал вас красивым, красочным боем финального. По накалу страстей на ринге этот турнир не уступал первенству Европы или мира. В финальных поединках каждый боксер старался нанести сопернику как можно больше точных ударов. Боксеров всеми силами поддерживали болельщики. Они радовались и огорчались вместе со спортсменами. Мастера спорта Василия Морозова завоевал на все листья в школах. Многие спортсмены, участвующие в этом турнире, к званию мастера спорта шли не один год. Некоторым для победы не хватило нескольких очков. Очень важно приводить такие турниры в ЦФО. ЦФО – это очень значимый турнир, считается, так как у спортсменов есть возможность выполнить здесь мастеров спорта. Это в дальнейшем поможет нам развивать спортсменов. Для них будут открыты многие двери. О том, как дорога победа, не понаслышке знает Светлана Кулакова. Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по боксу, чемпионка мира по кикбоксингу на Люберецком турнире присутствует впервые. Во время поединков смогла профессионально оценить уровень подготовки спортсменов. Женский бокс, конечно, отличается от мужского. У нас красивее. У нас более ожесточенные бои проходят. А здесь, конечно, сила. Впереди у боксеров новые турниры и новые победы. И те, кто не смог подняться на высшую ступень пьедестала в этот раз, сможет повторить попытку через год. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.